всем привет с вами андрей у нас рыцари бумаги и пера 3 часть а собственно в данный момент мы находимся на кладбище наша задача в данном выпуске пробить до максимума скелетов по возможности у нас осталось чуть меньше 60 штук по возможности попытаться сделать это достижение это вы должны проиграть инициативе всем врагам теории кладбище нам может в этом помочь но опять же нам нужны ребята которые слабее то есть скорее всего будем брать отсюда плюс также нам поможет тринька на кузнеца то есть мы самого инициативного дадим вот этого тринку и у ему будет власть инициатива также не должен идти шаман потому что он констебль а собственно шаман констебль у меня он снижает инициативу вашим врагам а нам это не нужно поэтому шаман не идет в любом случае у нас собственно человек фишер фишер атака что ваши враги будут атаковать вас также у нас есть дублирующий профессор тот же принцип 15 процентов человек есть шаман констебль о котором говорил ранее понижение инициативы врага нами на минимум одного рандомно собственно эльф кузнец он просто дает силу поэтому кузнец и выбран плюс кузнец ускоряет кач экипировки одеты на персонала клерик доктор человек вот два спас броскам ну и все собственно давайте побьем скелетов наши наши их текущем выпуске выбить за обои примерно по два по три идет но в основном по два скелета забои в прошлой серии мы приобрели кровоток на самом деле я рекомендую использовать и кровоток и яд потому что у врагов у нас версия приложение 134 у врагов иммунитет на яд иногда бывают и нога на кровоток и нога на сеть а собственно если вам покажу в бою что вы имели представление вот смотрите разработчики нам любезно предоставили возможность лицезреть иммунитет и его врагов вот например раз вот этот мухоловка она конечно ужасное у нее обратите внимание был блит иммунитет позиум иммунитет и роте иммунитет то есть вам нужно чисто его чисто уроном либо усыплять потому что на все текущие поэтому а также у предметов собственно у свитков и узелий у нас снятие от дотов появилось собственно таких как яд кровоток и так далее поэтому с помощью них можно снимать очень сильные дота но опять же если бой затяжной вам это особо не поможет исключение есть только вы дешевыми снимаете ну собственно два спинета давайте заберем у скелета например сейчас я вам покажу у скелета например иммунитет на кровоток и на называемую ржавчину а что удобно сделано сейчас я не смогу показать вам то что мы сразу с помощью одной кнопки можете увидеть то что вам выпало своего не всегда это полезно потому что вам это по сути информация бесполезно пока вы не забрали не победили своих врагов но все-таки информация присутствует очень много скелетов но тут акции говоря по поводу скелетовские считаются все типы скелетов то есть вот например вот этот мак считается этот скелет считается и этот считается что-то нам за скелетами вообще откровенно не везет больше одного скелета не дают ну вот собственно два скелета плюс еще летучая мышь давайте убьем летучая мышь бьет очень сильно кровотоком скорее всего посмотрим а нет это обычная электрическая но факт в том что там есть еще одна которая бьет кровотоком очень опасная штука у него очень сильный кровоток очень-очень больно бьющая чудом внимание кровоток иммунитет теперь вот этот надпись резист вас будет просто колуповать потому что но если особенно вы бьете кого-то у него к этому резист собственно три скелета давайте их заберем как видите рога ходит всегда первым потому что у него присутствует тринка на инициативу она выбит из рандомного квеста ну как сказать из вторичного квеста скажем так поэтому и и и также большинство красных лент в котором я присутствую они любил выбиты из рандомных квестов предмет экипировки фиолетовый синий они выбиты в основном из тоже вторичных квестов но фиолетовый в большинстве случаях выбиты из основных квестов потому что вам в награду их будут давать единственное вам нужно выбрать что конкретно вам нужно блин тупо ну ладно нам нужны скелеты в большом объеме если будет 3 хорошо вот собственно кровотопщая мышь сильная однако зараза я кстати там заметил еще одно достижение достижение заключается в том что все ваши персонажи должны носить бороду ну я думаю это достижение очень простое мы его наверно можем даже сейчас сделать покажу ну вот она собственно все члены фати должны носить бороду давайте его вместе с вами сделаем она делается ну буквально за пару тысяч монет собственно вар даем бороду за тысячу монет подтверждаем нам дали опыт паладину дадим бороду а почему фокус лучше потому что фокус кстати паладину скорее всего лучше даже двор будет потому что там сила сила паладину очень нужно почему он просто бьет силой у него щит именно от силы идет вот поэтому будет лучше ему давать силу тут в принципе можно дать ему эльфа эльф побольше магии дает но человек дает спеллкаст обратите внимание 45 а эльф 43 для креликов в принципе очень важно остался шаман и собственно рога обратите внимание мы закончили квест бородой нам засчитали его давайте вернем хотя борода для него подходящие потому что она дает ему силу я думаю ему бороду можно оставить клерику борода танком в принципе силу можно оставить шамана нужно ее снять потому что шаман ну либо дать эльфа ну тут лучше конечно спелл чтобы шаман у нас маг магические успел ему очень важно ну каши и выживаемость важна все-таки давайте посмотрим награду вот собственно награда за бороды у нас нас осталось 45 скелет купить давайте их шлепнем он собственно убили кого-то клериком нам отдали за это 5 гемов кстати говоря ежедневные награды а точнее ежедневные квесты которые их 5 штук они всегда большинстве лучших рандомные ну есть как который который повторяются и они дают в общей сумме если закроет закройте все 5 25 гемов также гемы можно получить за прохождение данжа у нас версия 134 то же самое на 133 есть за прохождение данжа когда вы в первый раз проходите данж в конце сундуке вам дадут собственно гемы из количества будет увеличиваться зависимости от уровня этажа вот поэтому как-то так продолжаем без скелетов тут 1 0 это 1 дорого и конечно делать ежедневные задания но все-таки у нас особо нам нужно в общем их делать собственно вот квест вот наши два скелетика в первую очередь срезаем этого мышеловку так называемые фактически удар забирается вот такая два скелета хорошо что этих лет от мало хп потому что мы как вы помните до этого деле более сильных ребят и у них там было гораздо больше хп по несколько тысяч подходит все типы скелета для того чтобы убивать но мага вот который с косой он очень мерзкий у него видимо идет воскрешение какое-то из-за этого этот маг постоянно не дает себе убить и исключение столько добиванием его добивать молотком и папа по башке собственно вот я вот про этого мага который сейчас в центре стоит у нас под номером 6 данный момент его желательно в первую очередь потушить но мы его не сможем в первую очередь потушить поэтому будем убирать номер 4 номер 7 заберем чем опасен этот маг он еще помимо всего прочего на самом деле вам засчитает собой если даже сбежите но опять же смысл сбегать если он скелет он накинул нас проклятие на проклятие по сути он сам на себя накинул поскольку у него хп у него 2000 соответственно его не выбиваем даем ему сал и пытаемся его убить обратите внимание он куда урон был больше его хп но это чудо все равно выжило вот вот как его убить а вот так если подумать и вообще он бессмертный то есть мы эти моего 1 5 бьем 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 и он постоянно резается причем у него меньше хп а у нас руга ланшоты большинство врагов у тех у кого меньше десяти тысяч а у этого меньше десяти тысяч кп ну собственно опять три скелета давайте заберем будем забирать номер два сначала собственно скелет упал один включая мышь упала кастуем на нее кстати что удобно сделано теперь можно иметь представление к чему у них иммунитет у врагов например у этого центрального скелета кровоток и собственно так называемый ржавчим иммунитет то есть понижение хп можно попробовать добить сагрин учитывая что три цели это скорее всего одного из них убьет он кидай кидает массовый огонь охренеть мак конечно ждет да это еще и сон судя по всему мы будем срезать этого потому что того мы просто не добьем будем пытаться впихать ему кровоток но он почему-то не достатался давайте посмотрим вообще кровоток на анны у него кровоток иммунитет видите насколько сильное лечение у этой мразики просто капец я не знаю как эту мразь его можно добить его нужно просто молотком по башке дать но проблема в том что а если нет паладина вот кем его добивать с 20 попытки ну просто как-то не знаю сделали через чуть сильную сильное существо урога ваншотает летучую мышь смотрите 10000 уроги урон критический бак степа и собственно а все остальное уже добиваются так никто не добил тут чем хорошо сочетание роги паладина тем что рога разбрасывает собственно урон урон примерно около 2000 но с критом умеете так около 1000 и паладин потом еще накрывает примерно 1400 1800 урон просто он накрывает потом это что очень полезно он просто потом накрывает и получается урон около 2000 то есть на мелких мобов которые то есть в засаде когда вы передвигаетесь между локацией очень полезно мелким оба больших случаях отпадает быстро когда ходит паладин и ходит рога вместе взятые там я бы я почему тестировал слабость и тестировал слабость на собственно на рыбине фишборна вроде называется фактом что у этой рыбины около 50 тысяч хп я ее пинал 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 и она что-то как-то слабость на мелочи не работала у нас там слабость не 70 пунктов было в общем и целом тяжело было эту рыбину бить но она кстати единственный мог получается который может достать конкуренцию отряду что она ваншоты даже танка под армором под блоком так называемый поэтому она еще как-то может сеть конкуренцию отряда в данный момент у скорее всего мог из данжи тоже смогут состоять конкуренцию отряда то что у них уровень растет 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 рано или поздно он перерастет эту рыбину я встретил в собственном мавзолее это вот здесь вот но в мавзолее там ребята пожежеще там у них хп побольше а нам на какая разница на хп нам нужно обратно чем меньше тем лучше потому что нам нужно бить скелетов нам осталось грубо говоря 31 скелет мы закроем достижение скелетами ну мага бить такую силу удовольствие поэтому скипаем его убить его двор восемь тысяч не получилось критический удар на втором месте удар прыгает баксов считается уже он тут разброс урон идет как видите то есть и 2 100 и 2 600 из-за этого урон прыгает и собственно еще скелетами давайте убьем и 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 Тут нужно бить с этим скелетом, потому что он элементарно третий, и на плюс один я как бы особо погоду не сделает. Посмотрим сколько пхп у них, 4,5, 2,2, ну я думаю тут у скелета как раз это первые падает. Как видите критический удар не прошел, из-за того, что рога ударил меньше, пытаемся забить эту паденку, а теоретически будет складывать надпись резист, потому что у них у большинства присутствует резист, то к одному, то к второму, из-за этого нам в этом вопросе не совсем удобно. Ну паладин добивает скелетов своим молоточком. Собственно два скелета, но они как-то странно расположены, в принципе тут 4,5 и тут 4, но это очень долгий бой будет, поэтому давайте пропустим его. Отлично, собственно два скелета, давайте их заберем. У этих скелетов 2000 хп и щит примерно на 500, еще в дополнительном повреждении. Поэтому скелет, в принципе, достаточно неплохо держится. Собственно еще три скелета. Нам в любом случае нужно их пробить, чтобы они просто, во-первых, отдали гемы, которые пойдут дальше, а нам отдали банку также. Банка, собственно, увеличивает рефлексы героя на 5 боев. Полезная банка. Рефлексы это, собственно, уклонение. Вот еще два скелета, вот они как-то странно стоят. Дизайнерная банка будет, скорее всего, но и попробуем. Срезаем номер 6. Номер 7 сразу выпал. Мы можем, в принципе, отступить уже. Давайте вот так и сделаем. Кто-то сбежал, но, в принципе, это устраивает. Можем поспать, он на 60%. Есть один скелет, но тут, правда, такой мусор вокруг него. Ну вот, собственно, два скелетика с мышкой летучей. Сейчас мы ее заберем бы быстро. Скелеты, если не упадут, то урон 10. Красота. Понятная причина, что у скелета от такого урона упал бы. Руки-то зашла на всего лишь 2000 кп. Собственно, два скелета. Тут даже три можно взять, потому что нам особо равенцы не будет. Единственное, нам нужно убить это отражалкино. Ну, я думаю, оно не сильно вам будет мешать. Как вариант, можно ускорить нашего рогу для того, чтобы он походил еще раз. И для того, чтобы убил, например, эту... Ну, собственно, бой окончен. Руга походила дважды. И тем самым вырезал двоих, двоих опасных, а остальные просто сплошом выбились. Скелетов почему-то нету, что очень странно. Собственно, один скелет. По одному скелету выдают. Вот тут много скелетов, два целых, но опять же... Деньги это брызги. Давайте сейчас после этого посмотрим, сколько нам скелетов осталось пробить. В теории, конечно же, забить всех, собственно, сплошом. Ну, собственно, мы всех убили. Ну, у нас, кстати, у этого уровень 45 уровень. Давайте посмотрим, сколько нам скелетов осталось убить. Осталось 10 скелетов, как видите, то есть, ну, это копейки. 10 скелетов так, начать и кончить, как говорится. Давайте ее найдем среди двух скелетов нормальных, быстрых. Вымшотаем эту му... ээээ... так называемую мышеловку. На одного урона не хватило. Щит, он обычный, бесполезный, серый цвет. Он максимум, куда идет, только-то расщепляется. Поэтому для нас он не интересен. В принципе, можно, только раз два скелета. Единственное, бой будет чуть дольше. Ваншотаем, собственно, номер два сначала. Скелет упал, осталось двое. У этих около 4000 хп. Поэтому его очень трудно видеть. Собственно, как вы видите, это чуть до сих пор живо. Кровоток это... от этой мышеловки идет. У нее, судя по всему, идет этот... рефлекс, так называемая возвратка. Из-за этого она нам постоянно кровоток надевает. И тут скелетов нету. Нету... 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 Вот, собственно, два скелетика. Сплэш одного убил, второй остался жить. Сейчас добираем второго. Ну, собственно, награда обновилась почему-то. Это нам дали книгу опыта. Она, по сути, бесполезная, потому что там тысяча опыта. Единственное, можно ее в качестве... Там четыре скелета нужно убить. В качестве... Так называемый квест-день. Использовать он, как видите, у нас тут. Собственно, два. И еще нам останется два скелета. И на этом квест-день можно считать законченным. Вот, собственно, один, но там еще много летучих мышей. Ну вот, давайте убьем одного, чтобы они побыстрее в бой прошли. Нам останется еще одного найти. А ваншотаем летучую мышь. Ну и, собственно, ваншотается сплэшом и скелет. Еще остался один скелет. Давайте его поищем. Ну вот, собственно, его можно и сейчас убить. Единственная мухоловка, так называемая, под номером пять. Но мы сейчас его по-быстрому убьем. Убираем номер восемь. Скелет упал, а он рефлексом нам кровоток накинул. Собственно, мы убили всех скелетов, которые нужны. Нам осталось забрать награду и закончить текущий бой. А наш шаман бьет кровотоком, поэтому у этой мухоловки резистный кровоток. Собственно, забираем награды в виде гемов, золота и так далее. 150 скелетов мы закрыли. Давайте посмотрим, что у нас по этому. Можем ли мы еще прокачать. Да, у нас как раз ровно 115. Можем еще прокачать. Текущий уровень... А, это, кстати, максимальный уровень. Видите, мы прокачали на максимум кузнеца. То есть, видите, больше качать его нельзя. Соответственно, мы в этом вопросе молодцы. Ну, в любом случае, почему мы качали кузнеца? Потому что кузнец прокачивает данж. Собственно, нам дальше данж нужен очень будет. Поэтому мы его и качали. Вот, собственно. Всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok